Новые возможности окружных рыбаков. В Мурманске презентовали рыболовный траулер Печора. Повысить качество воды и модернизировать очистные сооружения. Полномочный представитель президента России в Северо-Западе провел встречу с главами макрорегиона. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. В Мурманском порту прошла презентация рыболовного траулера Печора. Он был построен в верфи на Стамбуле по норвежскому проекту и под наблюдением Российского морского регистра судоходства. Траулер оформлен в собственность семи рыболовецких колхозов Ненецкого округа. Базироваться судно, как и другие траулеры Ненецкого рыбаколхозсоюза, будет в порту Мурманск. В торжественной церемонии, которая прошла у морского вокзала в районе пирса дальних линий, приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун и губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. С подробностями по телефону из Мурманска пресс-секретарь главы региона Татьяна Баева. Сегодня в Мурманске прошла презентация нового рыболовецкого траулера Печора нашего рыбаколхозсоюза. В мероприятии приняли участие губернаторы Мурманской области и Ненецкого автономного округа. Сейчас траулер проходит процедуру растаможки, после которой сможет ходить под российским флагом. Масштабы и красота судна потрясают. Это целая рыбоперерабатывающая фабрика, способная одновременно перерабатывать более 500 тонн рыбы. Как отметил глава НАУ, округ прежде всего известен внести добычи и оленеводства. Сегодня открывается новая глава окружной рыбодобычи и переработки. Обновление технических средств – это развитие для любого производства. Об этом свидетельствует как опыт наших животноводческих хозяйств, опытно-ренмарского авиаотряда, а теперь и наших рыбаков. Человек, производящий полезный продукт, это главный герой сегодняшнего времени. Поэтому можно поздравить Ненецкий рыбаколхозсоюз с замечательным новым судном, а округ с верным курсом снижения зависимости от добычи углеводородов. Напомню, траулер Печора, построенный на верфи в Стамбуле по норвежскому проекту и под наблюдением Российского морского регистра судоходства, оформлен собственность семи рыболовецких колхозов Ненецкого округа. Базироваться судно, как и другие траулеры Ненецкого рыбаколхозсоюза, будет в порту Мурманск. Судно оснащено европейской навигационной системой, усовершенствованным траулерным оборудованием, фабрикой по переработке, заморозке и упаковке рыбы. Мощность траулера – 50 тонн рыбопродукции в сутки. Трюмс может вместить 700 тонн. Стоимость международного проекта составила 22 млн евро. Зарегистрирован траулер в морском порту Нарьенмар. Разработку и реализацию в регионах Северо-Запада программ развития систем водоснабжения и водоотведения, направленных на снижение негативного воздействия сточных вод предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленностей и агропромышленного комплекса на водные объекты. Этот вопрос стал ключевым на заседании Совета приполномоченном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе. Участие в заседании принял и губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Полпред отметил, что в регионах необходимо разработать программу по повышению качества воды. Важно предусмотреть системный подход к модернизации очистных сооружений, инженерных сетей и водоподготовки. Кроме того, Николай Цуканов обратился к руководителям регионов с предложением поддержать обращение в правительство России о продолжении программы «Чистая среда» с 2018 года, а также предусмотреть возможность решения региональных проблем в сфере водоснабжения и водоотведения на условиях софинансирования из средств федерального бюджета. По приведенным в рамках совещания данным статистики в Ненецком округе условно-доброкачественной водой на сегодня обеспечено около 77% населения региона. Максимально сохранить социальные льготы Депутаты окружного собрания отстаивают право населения на социальные выплаты. Обсудили острые вопросы ЖКХ и внесли предложение. В Наринмаре прошла ежегодная конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. Держать слово перед населением и не допустить отмены социальных льгот. С таким намерением депутаты окружного собрания оспаривали поправки, которые предложила внести администрация региона в связи с тяжелым финансовым положением. Депутаты единогласно выразили мнение – социальная сфера не единственное направление, где можно сократить расходы. Подробности в материале выпуска. Отменить компенсацию за аренду жилья педагогам и врачам, приостановить выплату досрочной пенсии работникам образования и выплату единовременного выходного пособия при выходе на пенсию работникам бюджетной сферы. Такое предложение вынесла Нина Альсимяшкина в преддверии сессии. Мотив руководителя департамента вполне понятен – экономия в условиях дефицита бюджета. У нас с начала года, если мы не будем принимать меры по сокращению отходов, по нашему департаменту, то ожидается к лицовская толпа задолженность в размере 402 миллиона. То есть можно уточнить? На будущий год мы в рамках доведенных осигнований должны погасить. Эти меры для сохранения бюджетного баланса законодатели посчитали необоснованными и скороспешными. Во-первых, нет обоснования, сколько средств позволит сохранить отмена этих льгот. Во-вторых, есть другие направления, где можно сократить расходы. Например, дорога на Усинск. Но сейчас, когда мы хотим закопать снова в очередной участок большое количество денег, а дорога – это линейный объект, она не заработает, пока последний метр не будет построен. Тогда вопрос – зачем? Зачем закапывать еще десятки, сотни миллионов, если она будет окончена только в 7-8-9 году, а тогда никто не знает, какая будет ситуация. Вот объясните мне просто. Понимаете? Поэтому выбирая приоритеты, давайте вместе подумаем, насколько это приоритетно. Татьяна Лагвиненко поддержала коллегу и апеллировала тем фактом, что Минфин не дает поддержки регионам, в которых есть дублирующие выплаты. Например, пенсия, получаемая из пенсионного фонда, и досрочная пенсия работникам образования, которую платит округ. Сегодня ее получают 26 человек. Сумма, которую сэкономит округ, будет небольшой, но это дает шанс на получение субсидий из федеральной казны. Понимаете, я не говорю про то, что Минфин сейчас предлагает принести сроки зарплаты досрочной на январь, потому что мы не сможем в декабре выплатить. Ситуация очень серьезная. И когда мы говорим за доплаты пенсиям, которые, в принципе, двойная льгота с федеральной, мы все равно стоим на этом. Вот это как бы не совсем понятно. Это ведь совсем маленькая толика того, что нам нужно, по идее, может быть, резать. Мы остальное это ведь не режем. Критика от депутатов поступила и по вопросу отмены компенсации за наим жилья. Сегодня такую льготу получают работники здравоохранения и образования. В общей сложности около ста человек. Это тема для серьезного подхода, для серьезного решения. А не таким вот образом сейчас решить, что снять, например, досрочную окружную пенсию с 98-го года. Безусловно, она устарела. Безусловно, там нужно грамотно поставить для депозиций. Но сегодня, когда в этом успехе будет решаться еще и лишение найма для людей, которые обеспечивают и медицинское обслуживание, и педагогическую работу, это совершенно антиполитическое действие. Своё мнение относительно отмены ряда социальных льгот выразила и счетная палата. Есть обеспокоенность, что население пойдет защищать свои права в суд, что повлечет дополнительные расходы из окружного бюджета. И вот Конституционный суд Российской Федерации высказал такое мнение, что Российская Федерация как правовое социальное государство не может произвольно отказываться от выполнения взятых на себя публично правовых обязательств. Законодатель вправе приостанавливать выплату ежемесячных нынешних компенсаций, предусмотрев при этом надлежащий механизм соответствующего возмещения. Формы и способы такого возмещения могут быть различными, однако объем социальных гарантий не должен уменьшаться. В данном случае разработчики не предусмотрели никакой формы возмещения. В результате голосования данный проект не получил поддержки депутатов. Впереди комитет, где вопрос будет рассмотрен еще раз, и принято решение о вынесении законопроекта на сессию. Качество оказания услуг населению фондом содействия реформированию ЖКХ, состояние и реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа, и итоги ее выполнения. Эти вопросы детально обсудили на дискуссионной площадке «Качество повседневной жизни». Она состоялась в рамках ежегодной конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта. К диалогу активисты ОНФ пригласили экспертов, представителей органов государственной власти, регионального оператора капремонта и жителей округа. Тех, кто уже столкнулся с капитальным ремонтом и имеет много вопросов, касающихся его качества. Большое количество больных вопросов поступают в адрес регионального отделения ОНФ, отметила сопредседатель Татьяна Бадьян. Очевидно, что региональная программа капитального ремонта, утвержденная до 2043 года, нуждается в серьезных поправках. По результатам выездов в многоквартирные дома, 9 из 10 жильцов недовольны качеством капремонта, отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Виктор Синявин. Выявилась проблема номер один. Выгребные ямы. У нас в настоящий момент 90 домов с выгребными ямами стоят в программе капитального ремонта. Никто не может ответить, как мы будем ремонтировать выгребные ямы. Жителям-то что делать? Они сейчас остались с проблемой один на один. Как мы оцениваем фронтовики работу того же фонда, работу того же департамента строительства и ЖКХ? Это отсутствие элементарных замечаний. Замечания нас просто завалили письмами. Нам обращаются именно по этой проблеме. Поэтому вопрос в этом. Надо решать эту проблему. Я не знаю, если она не решается на региональном уровне, выходить с инициативой на федеральный уровень. Сегодня в перечне работ по капитальному ремонту действительно отсутствует такая позиция, как ремонт выгребных ям. Однако включить ее в этот перечень можно. Ситуация действительно слегка искусственно создалась. Почему? Потому что изначально во всех законах округа были включены дополнительные работы, которые разрешены федеральным законодательством и отданы на откуда субъекту. То есть, если в законе субъекта будут установлены такие виды работ, как ремонт выгребных ям, фонд капремонта мог бы их ремонтировать. Но почему-то в 2014 году они были исключены. На каком основании были предложения от фонда. Я думаю, что вполне реально. Наши предложения уже. Департамент, да, департаментом или окружными властями совместно с депутатами можно рассмотреть, с депутатами окружного собрания можно рассмотреть вопрос о том, чтобы в принципе вернуть обратно в этот перечень. В федерации он не запрещен. Возможность включения ремонта выгребных ям в перечень работ по капитальному ремонту уже прорабатывает департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. Однако специалисты подошли к этому вопросу и с другой стороны. Прорабатывается вопрос, что вместо выгребных ям устанавливают септики, но в границах земельного участка. Потому что мы делаем капитальный ремонт только общего имущества. Но сейчас мы запросили информацию у всех управляющих организаций, чтобы установить эти дома, у которых есть вода, есть выгребные ямы, это в первую очередь, где есть земельные участки. Границы позволяют установить септик, потому что близко септик устанавливать нельзя, там не менее 20 метров. И если не хватает земельного участка, будем тогда как-то уже с городом, с искателями, с муниципалами работать, проводить собрания, чтобы отмежевывать более большие участки. По словам специалистов окружного ведомства, подобной практики по замене выгребных ям на септики в рамках капремонта нет ни в одном субъекте. Поэтому сейчас в департаменте ожидают ответ от Минстроя о правомерности таких действий. Вместе с заменой в региональный закон войдут работы по ремонту выгребных ям, что актуально для многоквартирных домов на селе, где нет воды, и подключению неблагоустроенных домов к центральной канализации. После получения всей необходимой информации, вопрос о дополнении региональной программы капремонта будет поставлен перед законодателями округа. С таким решением проблемы активисты ОНФ согласны. Главное, чтобы законодательно вопрос решился как можно скорее. Нужно рассматривать перспективные, то есть увеличивать число благоустроенных домов. Вот в Салихарде кто-то вот это был, там же у меня же таких понятий выгребных ям нет. Там все деревянные дома переведены на полное благоустройство. Как-то вот сумели они же в таких же раннеклиматических условиях, собственно говоря, это сделать. Как отметила исполняющая обязанности Фонда содействия реформированию ЖКХ Алла Фёдорова, после законодательного обновления региональной программы, дома, которые уже пережили капремонт, станут первоочередными на ремонт выгребных ям. Не могли обойти стороной активисты ОНФ и вопрос содержания Фонда содействия реформированию ЖКХ. Все помнят ситуацию прошлого года, когда в регионе было отремонтировано всего три дома на сумму 12 миллионов рублей, а содержание Фонда и его 18 сотрудников превысило отметку в 30 миллионов. «Цифры звучащие, цифры кричащие. Что изменилось после этого? Весной у этого года на площадке качества повседневной жизни приезжал эксперт народного фронта Калинина Светлана. Многие сидящие здесь, в нашем зале, были на встрече с ней, где ещё раз было сказано о том, что зарплата регионального оператора напрямую должна быть связана с качеством выполнения капитального ремонта. Я хочу сказать, что после той встречи был серьёзный проведён аудит прежде всего Департаментом строительства». В этом году в структуре проведена большая реорганизация. Сегодня в Фонде содействия реформированию ЖКХ фактически работают пять человек. Напомню, региональная программа капремонта рассчитана на период до 2043 года. К этому сроку в округе отремонтируют 451 дом. На 2017 год фондам запланировано обновление семи многоквартирных домов. Акционы уже состоялись. Подрядчик определён. А это значит, что капитальный ремонт пройдёт в летний период, а не глубокой осенью, как это происходит сейчас. Анастасия Саботович, Ирина Цепитова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Более сотни новых вакансий на рынке труда. Подрядная организация нефтяной компании ищет сотрудников на сезонные работы. В списке вакансий более 10 специальностей. Правительство России поручило доработать законопроект, в соответствии с которым студенты, поступившие на целевые места и не выполнившие свои обязательства по трудоустройству, должны будут выплатить штраф, равный стоимости их обучения. Планируется, что деньги пойдут в региональный бюджет или на социально значимые цели. Число целевиков в вузах обычно составляет от 15 до 20%. Но в некоторых отраслевых университетах их количество достигает 40-50%. Возвращаются на работу в те регионы, которые их отправили учиться, далеко не все. Этот факт отметила министр образования России Ольга Васильева на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По поручению правительства, законодательство будет доработано так, чтобы студенты, не выполнившие свои обязательства, несли за это ответственность. С ними обязательно будет заключаться трехсторонний договор при участии вуза и организации заказчика, которая направила абитуриента учиться. Если выпускник не выполнил свои обязательства по трудоустройству, он должен будет выплатить штраф не менее той суммы, которая затрачена на его обучение. Практически все квоты, выделенные Ненецкому округу для подготовки будущих врачей и учителей за счет средств федерального бюджета в 2016 году реализованы. В числе вузов-партнеров округа – Северный Арктический федеральный университет, Северный государственный медицинский университет, а также Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Всего департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа в 2016 году было заключено 13 договоров на 8 целевых мест. Все квоты, выделенные медуниверситетом, реализованы. Центр занятости населения предлагает новые рабочие места жителям региона. Банк вакансий пополнился 138 рабочими специальностями. Столько вакансий заявил дорожно-строительный трест номер один подрядная организация нефтяных компаний. Компания ищет сотрудников для строительства и обслуживания зимников в Республике Коми и на территории Красноярского края. Работа предполагается сезонная с ноября по апрель. Часть сотрудников продолжит работу на других проектах треста. В настоящее время дорожно-строительному тресту номер один требуются трактористы, машинисты автогрейдера, машинисты катка, водители автомобиля, диспетчеры, машинисты эскаватора, водители вахтовых автобусов, водители самосвалов, бульдозеристы, трактористы на К-700, водители водовозок. На эти специальности предлагается зарплата от 50 тысяч рублей. Также трест предлагает должности инженера-геодезиста. Зарплата 80 тысяч рублей и руководителя проекта с опытом работы на дорогах. Зарплата от 100 тысяч рублей. Как отметили в Центре занятости населения, среди безработных, состоящих на учете, порядка 20 человек соответствуют заявленным требованиям. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.ru. Далее смотрите прогноз погоды.